Друзья, всем привет! Много моих подписчиков меня попросило разобрать умные дома. Мы сегодня это сделаем, пока вот эти отложим. Значит, у нас есть вот умный дом. Последний, современный, это мини-смарт свитч. Значит, он работает в режиме Wi-Fi. Стандарт 802.11 BGN. Это не очень быстрый стандарт, но для этих данных нормально. Это не IC, конечно, стандарт, не E, но BGN он работает. Самый быстрый из них N, 2.4. Гига. Смотрите, input у него написано от 100 до 240 вольт. Так, что здесь еще интересного у нас. Выход 100-240, 50-60 Гц, 16 ампер. Фирма ROX, Китай. Подключается он элементарно. Имеет вот, кстати, спереди вот такую вот крышечку, на которой есть кнопочка. Вот эта кнопочка нажимает, переводит его из режима в режим. Смотрите, здесь все просто. У нас есть выходы line-out, line-in, 0-in, 0-out, S1-S2. Значит, что для чего применяется. Значит, отключение чрезвычайно простое. S1-S2 это вы можете поставить любую кнопку и управлять ею просто дополнительно устройством, помимо вот этой основной кнопки, которая здесь вот прикрывается вот этой крышечкой. S1-S2 понятно. То есть, можете ее даже не задействовать. Или ставить, допустим, на выключение лампы, а S1-S2 на старый ваш выключатель, который будет дублировать вот эту кнопку. Он здесь голубеньким светится. Так, смотрите, схемы подключения очень простые. Значит, у нас 0-in, 0-out. Что интересно, они здесь хоть и разведены, но они вместе. Сейчас посмотрим на этой плате, вместе или нет. L-in это у нас вход фазы. Вот это вход фазы. Фазы сюда подаете. L-out это, соответственно, выход, который идет на ваш выключатель. И также N-out на выход вашего выключателя. L-in, 0-in, 0-in фаза. Это 220 вольт сюда подаете. Уникальным, кстати, это устройство является еще по той причине, что работает оно не только от 220 вольт. Как многие думают, схема здесь позволяет запитывать его и от 12 вольт. Вот, смотрим, мы его по просьбе наших подписчиков, я его разобрал. Было просто много просьб. Люди писали, разбери, разбери, покажи, что внутри. Значит, что мы видим внутри? Сейчас покажу. Так. Производство 22 года оно. 12 месяц, первое число. То есть, довольно свежее. Кто в курсе, какой сейчас год, поймет, о чем я говорю. По крайней мере, вот это устройство, что мне досталось, оно было приобретено вот в этой коробке за 90 гривен на сайте OLX. На Алиэкспресс они по 75 гривен. Ну, за 15 гривен морочиться с Алиэкспрессом я не хочу. Пусть украинцы, которые покупают их, заработают на мне 15 гривен. Ради бога. Так. Значит, вот прислали в такой коробке штрих-код мини-смарт Wi-Fi. Управляется стандартно SmartLine программа Live, Google Store, Google Pay, Apple Store. То есть, управляется и под оболочкой Android, как говорит правильно Android, и под iPhone-овскими. Так. 4 LED light 150 ватт максимум. То есть, ну, лампа, которая будет ей управляться, больше 150 ватт не стоит цеплять. Там вроде бы 16-амперное реле, но оно так не очень внушает доверие. Я вот вам покажу. Настоящее реле у меня где-то здесь есть. И вы сравните размеры. Сейчас я вам покажу. Сейчас вам будет не безинтересно. Те, кто спрашивает часто меня, почему на столе такая обстановка, ну, такой раскордак. Запомните, у всех гениальных электронщиков на столе такой раскордак. Если вы видите, вот вам человек показывает видео, где на столе все чисто и аккуратно, знаете, там смотреть нечего. Потому что те люди, которые совершенно бездарные и ничего не умеют, они только и делают, что день и ночь убирают на своих столах. Вот. Если вы увидите, что на столе чисто, значит, человек ничего не знает, ничего не умеет. Это уже доказано уже тысячу раз. Мне еле-еле хватает 24 часа в сутки, чтобы все делать, что я наметил в себе в планах. Так. Смотрим дальше. Ну, понятно. Смарт лай, лайф, суппорт айос или андроид. Вот. Ну, материал из которого сделан. Вот режимы, в которых оно работает. Таймер поддерживает voice, голосовой контроль и АПП через АПП контрол. Так. С этим все понятно. С инструкцией также все понятно. Вот была инструкция. Сейчас посмотрим. Такая вот необычная инструкция. Такой я еще не видел. Ну, вот. Значит, вот подключение они рисуют китайцы. Есть на китайском, есть на английском. Ну, родной наш для всех украинцев английский язык. Сейчас, значит, вот у нас имеется инструкция подключения. Виллинг инструкцион. Так. То же самое все, что я вам показывал. Вот, вот кнопка S1, S2. 220 вольт, line-in. Фаза идет на line-in и 0-in. 0 идет на 0-in. На второй и третий разъем. На первый разъем выходит ваш фонарь. Или устройство, которое вы хотите управлять. Любое. Там микроволновка, градусник, грелка. Все, что хотите. Так. Что у нас вот еще интересного? Ну, в инструкции больше ничего интересного нет. Вот параметры устройства. Так. Power and Piring. Ну, здесь они DDD. Говоришь. Have the DDD sound of the LED don't light flash. Ну, всем все понятно. В принципе, все довольно доходчиво написано. Так. Смотрим теперь, что внутри. Значит, что мы внутри видим. Значит, вот эти разъемы. У нас один из два. Две два нулевых. Линия. Входная линия out. Line out, line in. Так. Теперь вот эта кнопка стандартная. Здесь два транзистора. Диодный мост U1. Резисторы. Конденсаторы и обвязки. Вот. Так. Тут светодиоды, которые светятся. Вот LED1, LED2. Сейчас посмотрим обратную сторону. Откроем. Сейчас, секундочку. Снимем крышку. Устройство маленькое, легкое, удобное. Сейчас я его выниму. Вынимаем. Ну, корпус ничем таким не отличается. Направляющие есть, которые держат. Так. Внутри что у нас. Внутри мы имеем. Внутри мы имеем. Реле. Наши 16 ампер 220 вольт. Можете его пробить. Y32FSS10SLMH. Имеем также вот модуль Wi-Fi. Значит, модуль Wi-Fi. Кстати, с возможностью подключения антеннки. Вот антеннный вход, который не реализован. Ну, как бы он реализован. Ну, так сказать, для возможности подпайки сюда. То есть, сюда можно подпаять антенну Wi-Fi. Тогда этот модуль будет, если у вас роутер далеко стоит, управляться ближе. Так. Чип у нас. ЧП8894V стандарт. Е243. Плата КС. Е. КС. КС. Английский. Е243951. Так. Что у нас здесь на схеме. Wi-Fi. Ну, тут стандартная микросхема Wi-Fi. Микросхема Wi-Fi. Чип стоит. И кварц. Сейчас тут еще небольшая обветка. Теперь, что мы имеем здесь. Значит, имеем панель соединения на винтах. Как видите, довольно неплохая на шурупах. На этих винтах. Теперь резистор гасящий. Защитный варистор защитный. Индуктивность. Еще один резистор гасящий. Вернее, ЛЦЦ. И конденсаторы и фильтрации электролитические. Три штуки. Так. С обратной стороны. То, что поддерживает. Это мосфеты. Раз. Два мосфета. Полевых. И мост. Я так понимаю. Диодный мост стоит. Делающий постоянное напряжение. Стандартная схема. Развязки прямой нету. Есть индуктивность. Но схема без прямой развязки. Насколько я понимаю. Платка. Вот такая вот платка. Симпатичная. Вот. Ну и все, что мы имеем. Единственное, конечно, релюха здесь. Сейчас, секунду. Не сильно уношает доверие. Сейчас я вам покажу, как должно выглядеть настоящее реле, которое будет коммутировать 16 ампер. Вот. Смотрите. Это реле. Называется RS-22. Советское реле. Вот у него обмотка. У реле это уже разобранное. Я вам показать хотел. Вот у него контакты. Группы контактов. Реле RS-22 имеет 4 группы контактов. Которые разомкнуты и замкнуты. То есть состояние покоя они замкнуты. Потом они разомкнуты. Вот. Теперь. Что там у нас? Да. Вот это реле RS-22. Вот видите, какая группа контактная, мощная. Так делали в Советском Союзе, в СССР. Вот это реле может коммутировать все, что хотите. То есть этому реле я буду верить, если заявят, что 16 ампер оно коммутирует. Видите, какие толстые контакты. О, контактная площадка хорошая. И теперь смотрите. Вот то реле, которое сейчас тут стоит. Ну, правда, здесь нет 4 групп контактов. Здесь только 2 контактные группы. Вот оно показано. Реле, значит, у нас нарисовано даже для дебилов. Вот контактная группа, которая передвигается и замыкает. Но оно все равно, видите, то есть комментарии излишни. Вот вам RS-22. У RS-22 контактная группа по размеру больше, чем само туреле, которое тут стоит. Вот видите. Ну, для коммутации 5-8 ампер оно, я думаю, потянет. 16 ампер, оно, я еще раз повторяю, потянет только в течение, там, допустим, короткого промежутка времени. Допустим, минут 2-3, пока оно не расплавится. Поэтому не рекомендую вам на это несчастное реле нагружать такие дикие нагрузки. Кто хочет, доработайте. Возьмите, уберите это реле и поставьте туда вот такое типа как. Не обязательно RS-22, там надо посмотреть по напряжениям. Ну, короче, вот типа RS-22. Можно даже это реле сделать выносным там как-то сбоку. Ну, тогда вот вы можете таким реле коммутировать, таким умным домом, как хотите. Ну, вот у нас по схеме вроде бы все, что вы просили. Wi-Fi модуль, реле, конденсаторы фильтрующие, дроссель LCCR, гасящий резистор и варистор. Все, здесь тоже схема чрезвычайно простая. Управляющие транзисторы маловольтные, раз. Более высоковольтные транзисторы полевые, два. И матрица диодная, три. Все, вот он по контактам, по контактным площадкам. Ничего сложного нет. Вот, бывают, встречаются у которых вот это нули замкнуты. Здесь я не мерил. Но можем померить, в принципе. Давайте померяем. Сейчас померяем, что там происходит. На контактах у вас померяем. Вопрос такой, нули тут соединяются или нет. Сейчас выясним. Так. Вот нули. Да. Здесь тоже. Короче, вот эти две, два контакта, которые у вас тут нарисованы. Н, нуль, вход, нуль, аут. Они закорочены. То есть, в принципе, вам особо не играет роли, какой нулевой провод куда бросать. Все. Все. Смотрим L фазовый, куда идет. По схеме видно, что он идет на гасящий резистор. Значит, быстро разберем схему. Вот. Гасящий резистор. Варистор тут стоит на входе. Да. Потом вот эта микросхема. Это диоды. МОЗ четыре штуки. Делают напряжение, которое нужно для работы вот этой платы Wi-Fi и всех остальных устройств. L-OUT. Тоже ничего сложного. Вот оно через реле. L-OUT. Выход. Line-OUT. Он заведен через реле. Вот на него заходят данные, выходят данные. Все. Ну, именно лампа ваша. S1-S2 дублируется через микросхему. Кнопкой для управления. Той же релюхой подает управляющий сигнал сюда на транзисторы. Они подают их на реле. И реле включается и выключается. Все элементарно просто. Самое сложное в этой схеме это вот этот Wi-Fi модуль. Опять же, сейчас я вам его подсвечу. Процессор. Кварц. Обвески 5-6 элементов. Все. И здесь антенна. Выходы. RX-Data. Прием-передача. Земля. RX-Data. Протекст. Ну, вот они выходы. Ничего за сложного они. Ну, в общем, вот такие вот. Эта разборка была у нас самого последнего суперсовременного мини-смарт свитч. На OLX он стоит от 90. Ну, я брал три штуки сразу. Мне по 90 гривен отдали. От 90 гривен можно купить там до 110. И на Алиэкспресс за 75 можно купить за 72. Вот. Это у нас вот мы разобрали. Всем спасибо. Следующая разборка у нас будет. Это вот такой модуль Luxelle. Однокнопочный. Wi-Fi тоже. Сенсорный. На L1, L2, L3. Тут разные будут. SM-01 10 амперный. Вот. Это будет следующий модуль. Мы его разберем. Посмотрим, что у него внутри. И будет также разобран точно такой модуль. Только на две кнопки. Этот на одну. Со стеклом. Этот на две. Очень, кстати, красиво работает. Здесь голубеньким светится. Здесь красненькая, когда выключена. Зелененькая, когда включена. Сенсорный. Тинь-тинь. Все. Как я обещал. Будут вопросы. Пишите. Более подробные тут номиналы даже и давать-то нечего. Значит, можно. Я могу посмотреть номиналы вот этих транзисторов. Ну, кнопка красивая, металлическая. Не пожалели. Кнопка действительно стоит хорошая, металлизированная. Не просто пластмассовая какая-то хрень, как обычно ставят. То есть, выполнена плата неплохо. Пропаивать мне ее не нужно было нигде. Все. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok